Всем здравствуйте! Вы на канале Семья Фетистовых. Меня зовут Мария. Сегодня я делаю борщевую закуску на зиму. Ее можно кушать так, просто с хлебом в прикуску или добавлять каким-то гарниром к блюдам. Я могу просто чуть-чуть добавить майонезик, а с хлебушком кушать. Либо в качестве заправки в борщ. То есть делаете бульон, картофель, капуста и все остальное у нас будет находиться в баночке с борщевой запуской. Что нам для этого потребуется? У меня двойная норма. Рецепт под видео я на одну порцию оставлю. Я делаю сразу много, чтобы не возиться несколько дней. Уже один раз я двойную порцию делала. Это вот второй раз. Нам этого будет достаточно. Нужна будет свекла. У меня здесь 6 килограмм. Морковь. Тут вот в двух у меня тазичках. 2 килограмма. Лук репчатый. Морковь натертая на крупной терке. Свекла тоже на терке натерла. Потом репчатый лук кубиками 2 килограмма. Помидорки кубиками 2 килограмма. И болгарский перец тоже 2 килограмма. 400 грамм сахара. Соль. 2 столовые ложки. 2 чайные ложки уксуса. 70% который. И 1 литр растительного подсолнечного масла. У меня натуральная, нерафинированная. Вкусно пахнет оно так. Я терла на мясорубке. У меня есть насадка. Мясорубка у меня Ксион. Покупали в прошлом году. Но если честно, от терок я не в восторге. Потому что у меня есть такая крупная. Есть помельче. Потому что очень часто заедает. Приходится резко выключать. Делать обратный, чтобы ход был. Надо приноровиться. Нужно определенные кусочки нарезать, чтобы там ничего не заедало. И прижимать получается с этой штучкой тоже с определенной нагрузкой. То есть надо чувствовать ее. Не знаю. Я если честно боюсь, что она у меня в определенный момент в неподходящий навернется. Эта насадка. Мясорубка вообще нормальная. Выдерживает. Я много перекрутила. Получается считаю за вечер целый таз свеклы. Морковь. Это вот два тазика. И еще целое ведро. Это мне на завтра будет уже на другие закуски. Я уберу просто на улицу. На улице холодно. До завтра с морковью ничего не сделается. У меня, кстати... Чем вообще я занимаюсь? Вот еще все это спеет. Это все надо перерабатывать. Я специально не заносила домой, пока холодов не было. У меня помидоры под навесом были. Чтобы они рано у меня не спели. Потому что до этого мне совсем некогда было заготовками заниматься. И сейчас уже потихоньку они спеют. И я все это перерабатываю. Приступаем. Берем масло. Выливаем в кастрюлю. Нагреваем. И закидываем туда всю свеклу нашу. И в течение 25 минут мы ее потихонечку тушим. Кастрюля у меня большая. Покупали мы. Она вообще была заявлена 30 литров. В реале получилось она 50. Я, получается, большую конфорку включаю. И маленькую там дальше. Чтобы более-менее равномерно разогревалась у меня вся масса. Еще по выходу забыла сказать, сколько получится. С двойной нормы получается где-то 11 литров. Рассчитывайте, получается, если одна норма, получается 5,5 литров. Это где-то приблизительно. Масло разогрелось. Все, погружаем туда нашу свеклу. И 25 минут будем тушить. 25 минут прошло. Теперь добавляем все остальные ингредиенты. Без разницы в какой очередности. Морковь. Лук. Перец. Вообще, у меня сестра по вкусу еще добавляла черный перец, чесночок. Но я делаю все по рецепту. Помидорки. Сахар 400 грамм. Соль 2 столовые ложки с горкой. Уксус 2 чайные ложки. Все это перемешиваем и тушим 1 час. Итак, все готово. Получилось где-то 11 литров. Ну, 11,5, если бы я не закатывала вот эту тарелочку, то я оставила на суп. Уже бульон готов. Очень вкусно. Я даже так просто с хлебом покушала. Можно и без супа в качестве отдельного блюда кушать. У меня такая штука удобная, если кто еще не знает. Стоит совсем недорого. Удобно в баночку ставишь. Наполнять банки. Процесс не снимала, потому что ничего там сложного нет. Просто периодически помешивала в течение часа. Вот и все. Банки я стерилизовала раствором марганцовки. То есть просто развела марганцовку с водичкой и полоскала баночки и крышки. Все. Быстро, легко и просто. Все, всем пока. Продолжение следует...